Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 12 главе Евангелия от Иоанна. 12 глава в целом посвящена, собственно, входу Господню в Иерусалим и нескольким еще событиям, разговорам, которые вокруг этого момента происходят. Начинает свой рассказ здесь Евангелист Иоанн с вечери в Вифании, где был Лазарь, умерший которого Господь воскресил из мертвых, и сестры Лазаря Марфы и Марии. Но в этот контекст, в это краткое упоминание о вечере в Вифании Евангелист Иоанн вставляет историю с помазанием Господа Иисуса. И, в общем, создается такое впечатление, хотя, вероятно, не вполне адекватное, что участники этого помазания Марии, в первую очередь, как-то соотносятся с Марией Магдалиной, которая фигурирует в этом рассказе у синоптиков. Но, вообще говоря, по-видимому, здесь мы имеем дело с некоторой не вполне достаточной точностью то ли у синоптиков, то ли Иоанна, и скорее все-таки у синоптиков, потому что Иоанн, весьма вероятно, был участником этой самой вечери в Вифании и мог, как свидетель, рассказать о том, что там происходило. Зачем Евангелист помещает в свое повествование этот короткий рассказ? Ну, во-первых, конечно же, ради того, чтобы сказать об Иуде, предваряя тем самым свой рассказ о предательстве. Собственно, Иоанн-то о предательстве почти и не рассказывает, только упоминает его. Но для него важно, чтобы читатель увидел вот этот факт. Вечер в Вифании некая женщина в его рассказе, это Мария, сестра Лазаря, берет некоторое драгоценное благовоние, которое возливает на ноги Иисусу. И один из учеников, Иуда Симонов-Искариот, говорит на это, что зачем тратить таким образом это самое драгоценное мир, лучше было бы продать за большие деньги и раздать нищим. Но Иоанн пишет это, он говорил не потому, что он так уж прямо вот заботился о нищих, а потому что был вор. Потому что был вор. И если в рассказах синоптиков о предательстве Иуды мы не то чтобы прямо видим, но можем заподозрить какие-то относительно возвышенные мотивы, ну и на эту тему существует масса разных спекуляций, у самых разных за две последние тысячи лет проповедников, то Иоанн, в общем, не дает для этого почвы, говорит, что он просто был вор. И, в общем, банальное сребролюбие подвигло этого самого Иуду на предательство. Ну и, конечно же, Иоанн не может не обозначить еще того факта, что Господь Иисус говорит на весь этот разговор, что надо было мира продать, раздать и так далее, говорит, она сберегла это на день погребения моего. Нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда. Иногда это бывает довольно смутительным для читателя моментом, но все-таки для нас важно увидеть, что действительно то, что Господь с нами, то, что у нас есть возможность прикоснуться к Нему, возможность общения, возможность что-то сделать, это совершенно не очевидная и не постоянно присутствующая вещь. Меня не всегда имеете между собой, говорит Господь. Это действительно важно помнить. Ну вот, теперь дальше с 12 стиха. Иоанн, собственно, даже почти и не рассказывает, а в нескольких фразах обозначает вход Господень в Иерусалим. Он говорит на другой день множество народа, пришедшего на праздник, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу ему. И я думаю, что, во-первых, для нас важно обратить внимание на слова евангелиста множества народа, пришедшего на праздник. Дело в том, что, знаете, за 40 лет последних я наслушался огромного количества толкований, в основном в гомелитическом жанре, про то, что одни и те же люди, как трость ветром колеблемая, то кричат «Ассанна», то потом будут на площади кричать «Распни, распни его». Так вот, это не одни и те же люди. Это совершенно две разные толпы. Две разные по своему составу толпы. И вот те люди, которые встречают Иисуса у ворот Иерусалима, это в основном те, кто пришли на Пасху в Иерусалим из Галилеи, те, кто знают Иисуса, те, кто слышали его проповедь, видели его, может быть, лично знакомы с ним, их не обязательно должно быть какое-то там громадное количество, это не многотысячный митинг. Но, тем не менее, все-таки их достаточно много. И вот они приветствуют Иисуса, говоря «Спаси нас! Ты – наше спасение! Ассанна, благословен грядущий во имя Господне царь Израилев». Таким образом, эти люди, ну, можем, конечно, их условно называть толпой, хотя это, наверное, будет не очень совсем точно, вот они обращают к Иисусу то приветствие, которое, собственно, должно быть обращено к Мессии, к Помазаннику, к Спасителю Израиля. Еще раз повторю, там, на площади у дворца Пилата, будет совсем другая толпа, совсем другие люди, которые были, в общем, подкуплены, которыми манипулировали первосвященники и фарисеи. Здесь именно те, кто готов, кто согласен, у кого есть основание внутреннее такое признать «Вы Иисусе Мессию», вот восклицают Ассанна, благословен грядущий во имя Господне. Ну и, конечно же, нельзя не заметить, что эти слова людей, встречающих Иисуса, вошли очень глубоко в христианское богослужение, в нашу молитвенную практику, потому что в самый важный момент литургии мы, говоря «Свят, свят, свят Господь Саваоф», повторяем те самые слова. Это ведь не просто красивая или не очень красивая песня, которую в нужное время литургии по каким-то причинам хор поет. Это, вообще говоря, для нас возможность присоединиться к тому народу, который приходит на праздник Пасхи в Иерусалим и который приветствует Иисуса как своего спасителя. И, в общем, я бы сказал, довольно невредно помнить о смысле этих слов в тот момент, когда мы их поем. И дальше евангелист Иоанн, собственно, не упоминает всю историю про поиски осленка, про конспиративные какие-то обстоятельства, когда апостолы обращаются к нужному человеку, говорят ему пароль, он им дает осленка. Все это остается за кадром. Для самого евангелиста важно, что это был молодой осел, Господь на него сел. И вот он цитирует славу пророка Захарии, не бойся тщерсиона, все царь твой грядет, сидя на молодом осле. По-видимому, он предполагает, что для его читателей сам по себе образ, скорее всего, уже не очень хорошо знаком. Хотя, конечно, разница между боевым конем и сельскохозяйственным осликом для них тоже должна была быть очевидна. Знаете, в сегодняшнем контексте мы бы, наверное, ожидали, что царь мира будет въезжать в нашу жизнь на каком-то гигантском танке, ощетинившимся пушками, а он въезжает на мини-тракторе. Вот примерно так это, скорее всего, должно было звучать и для участников события, и для читателей Иоанна. И вот это прославление, которое воспевают люди, прославление Бога и Спасителя, которое воспевают люди, когда они видят Иисуса, приходящего в Иерусалим, это в каком-то смысле становится последней каплей для фарисеев, потому что, видя интерес, внимание, желание, какой-то встречи с Иисусом у большого количества людей, они говорят, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Так выражается наш современный, наш синодальный перевод. Собственно, смысл того, что говорят фарисеи, заключается в том, что ничего не получается, не получается скомпрометировать ни Иисуса, ни его свидетельства. И действительно множество народу устремляется за ним. Собственно, откровенно довольный Иоанн говорит о том, что их интересует только это, только как много народу пойдут за ним, и куда они понесут свои пожертвования. Собственно, это основные заботы фарисеев. Закон или Бог, или вера, или правота, или неправота того или иного учителя их, скажем так, меньше беспокоит. Теперь следующий момент, о котором здесь рассказывает нам евангелист Иоанн, по-видимому, это происходит уже в Иерусалиме, когда Господь в него вошел. В один из дней между входом Господнем в Иерусалим и, собственно, Пасхой, когда к одному из апостолов, к Филиппу, обращаются эллины. И, в общем, здесь есть некоторая тоже неясность, потому что изредка, не всегда, но все-таки таким образом могли называть иудеев из эллинов, скажем, празелитов или уже обрезанных, принявших веру Израиля, или даже иудеев рассеивания, рассеяния. Хотя в деяниях, надо заметить, более точным образом их называют эллинистыми. Может быть и так, но, скорее всего, для Иоанна и для его читателей, которые как раз по большей части эллины, и из эллинов стали христианами, вот для Иоанна и его читателей важно, скорее всего, было, что речь идет именно о природных греках, которые по каким-то причинам пришли на праздник в Иерусалим на поклонение. Может быть, это были просто торговцы, которые решили подзаработать на массовых мероприятиях, а может быть, это были празелиты, слышавшие проповедь о едином Боге и захотевшие прийти поклониться ему в Иерусалиме. Так или иначе, для Иоанного рассказа мы видим, что по-настоящему важно именно то, что это не Галилеи, не Иудеи, и тем не менее они обращаются к одному из апостолов и говорят «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Нам хочется видеть Иисуса. Апостолы приходят к Господу, рассказывают ему об этом, и мы видим некоторую реакцию, ответы Иисуса, которая при внимательном чтении не выглядит для читателя уж такой особенно логичной. Господь вдруг, говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Почему сейчас? Почему не тогда, когда за ним шли с вниманием слушая его толпы галилеян? Почему не в тот момент, когда к нему в притворе Иерусалимского храма приходят и саддукеи, и фарисеи, и жители Иерусалима, и зелоты, и самые разные люди? Почему именно теперь, когда вдруг несколько греков захотели с ним познакомиться, Господь говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому? Ну, вообще говоря, существует довольно много разных гипотез, которые мы за недостатком времени, конечно же, обсуждать не будем. Мне кажется наиболее рациональным вот какая вещь. Когда происходит это событие, о котором Иоанн пишет, эллины обращаются к Иисусу, чтобы встретиться с ним, тем самым действительно свидетельство о Спасителе выходит за пределы народа Божьего, выходит за пределы того, прямо скажем, довольно узкого и ограниченного, круга лиц, для которых оно было так или иначе предназначено. И то, что у этих эллинов появляется такой интерес, появляется такое желание с Иисусом познакомиться, для него самого, по крайней мере, в его словах, это знак, знак или знамение, как обычно такие вещи называют евангелисты, знамение того, что действительно свидетельство о правде Божьей начинает распространяться по всему миру. И дальше Господь говорит своим ученикам о том, что так и должно быть, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Вот этот образ зерна, которое отдается, которое исчезает, наполняя собой огромные поля и принося много плода, он вообще, говоря, среди древних христиан, первого, может быть, начала второго века, был довольно важным и гораздо более понятным, чем для нас сегодня. Теперь, продолжая говорить о том, что происходит, когда эллины обращаются к Нему, когда эллины, ну, по крайней мере, хотят с Ним познакомиться, Господь говорит дальше, вот что, «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Почему же, собственно, Господь говорит, «Душа моя теперь возмутилась?» Что это значит? Ну, скорее всего, дело здесь в том, что практически все окружающие Господа Иисуса люди, как самые простые галилейские крестьяне и рыбаки, так и самые богословски подковные иерусалимские фаисеи и саддукеи, все были уверены, что спасение, которое обещает Бог, будет дано только избранному народу. Вот эта национальная исключительность – одна из самых тяжелых и опасных вещей вообще вот в их традиции. При том, что на самом деле через пророков Бог не раз говорил о том, что это не так. Но здесь, знаете, такой эффект вытеснения, когда из сознания людей вытесняется то, что нам не нравится, о чем мы думать не хотим и не готовы. Поэтому обращение эллинов, тем более, что оно стало, по-видимому, известным, и Иоанн, видите, считает нужным упомянуть об этом, рассказать об этой ситуации, скорее всего, только подстегивало враждебность фарисеев, давало им в руки возможность изобразить Иисуса таким национал-предателем, или как там это теперь еще называется, в общем сделать вид, что Господь отрицает исключительность собственного народа, что вообще говоря было бы большим упрощением. Хотя, тем не менее, вот видите, Господь говорит, да, это то, для чего я пришел, вот эта нарастающая враждебность фарисеев, интерес эллинов, вот этот момент, когда действительно свидетельство о правде Божьей может быть отдано. И вот он говорит, я на этот час пришел для того, чтобы все это совершилось, и молится Отцу Небесному, и просит его, прославь имя Твое. Дальше Господь говорит еще несколько чрезвычайно важных вещей, на которых в этой главе обязательно надо обратить внимание. Во-первых, его слова «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Когда христиане думают о конце времен, о последнем суде, мы, к большому сожалению, обычно рисуем какие-нибудь совершенно фантазийные страшилки, фольклорные, в общем, довольно глупые. Но, как сказал один умный человек, конец времен – это ведь будет не конец света, а конец тьмы. И об этом здесь Христос и говорит. Суд миру сему. И суд этот в том, что князь мира сего изгнан будет вон. Это очищение того, что может жить от всяческой мертвичины. Это совершенно потрясающая и страшно важная вещь. Потому что, если мы не будем помнить об этих его словах, о том, что суд – это суд над князем мира сего, над духом злобы поднебесной, это победа Бога над сатаной, над злом этого мира, то очень трудно жить и радоваться, очень трудно доверять Богу, если ты об этом забыл. Это природа суда, чрезвычайно важное откровение, на самом деле, которое здесь для нас с вами записывает венглистан. И дальше Господь снова говорит, уже с пояснением автора, с пояснением евангелиста, «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Он говорил подобные слова в предыдущей главе. Но здесь, чтобы у читателя уже не возникло никаких сомнений, евангелист говорит, «Сие он сказал, давая понять, какой смертью умрет». Таким образом, вот это выражение, «вознесен буду от земли», мы очевидным образом должны относить именно к распятию, к смерти Господа Иисуса на кресте. И вот видите, какая парадоксальная мысль в устах Господа Иисуса. Он говорит, «Когда я буду казнен на кресте мучительной и страшной смертью, всех привлеку к себе». Хотя, ну, казалось бы, что в этом может быть привлекательного? Это, в общем, проявление немощи, торжество поражения, когда Иисус все теряет, все проигрывает, всю ту битву, которую он, может быть, вел на протяжении нескольких лет, все потеряно, все рухнуло, ученики разбегаются. И вот в этой слабости, в этой немощи дается людям возможность почувствовать какую-то совсем другую, неотмирную правду, неотмирную правду того, как Бог действует, правду того, что такое Божья жизнь и Божье страдание на кресте. Одним словом, эти стихи 32 и 33 в контексте рассказа заключительной части Евангелия чрезвычайно важны. Надо сказать, что слушатели Господа Иисуса изумились, как это, впрочем, и часто происходит, и говорят, что «Ну вот, как ты-то говоришь, что Христос должен умереть?» Они-то поняли отлично, без комментариев евангелиста, что «вознесен от земли», значит, поднят на кресте. А вот мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек, что это будет такое вот триумфальное шествие, вечная победа, и, ну, как мы теперь говорим, хэппи-энд. Как же ты говоришь, что Христу должно быть подняту на кресте? Кто такой тогда Сын Человеческий, о котором ты говоришь? И вот, собственно, примерно в той же логике, которую мы видели с вами в предыдущей главе, и не в одной предыдущей главе, Господь переводит разговор в какое-то другое пространство, потому что его спрашивают, а некоторые, если хотите, вот, божественной последовательности событий или логики, там, Христос пребывает вовек, ты говоришь, вознесен какие-то вот миры и абстрактные категории, а Иисус говорит этим людям, вот, сейчас свет с вами, и это ненадолго, малое время свет с вами, ходите, пока есть свет, чтобы вас не объяла тьма. Стало быть, он тем самым предлагает им из таких догматизированных рассуждений выйти и обратиться к нему непосредственно, прямо сейчас, к тому, что он говорит, что он делает, чтобы они могли видеть именно его, а не какие-то галактического масштаба иллюзии. И это по-настоящему важная очень и поучительная вещь. И вот, дальше, евангелист приводит несколько цитат, которые, собственно, укладываются тоже в ту логику, которую мы видели в 10 главе. Если ты ищешь Бога, ты узнаешь и Иисуса и его учения, что они от Бога. И, наконец, в самом конце, в заключительном отрывке 12 главы Господь поднимает голос и обращается ко всем слушающим его, по-видимому, очень разным людям, и мы вправе предполагать, что разговор происходит снова в некоем публичном месте, скорее всего, где-то там в колоннадах Иерусалимского храма Господь возглашает следующее «видевшее меня, видит пославшего меня». Я свет пришел в мир. В Евангелии часто очень, в Евангелии от Иоанна Господь говорит эти слова, вот, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. и видящий меня, видит пославшего меня, это удивительная, в общем, неожиданная, парадоксальная вещь, потому что евангелист пишет в другом месте, что Бога не видел никто никогда, и, в общем, по крайней мере, израильтяне хорошо понимают, что Отец Небесный это тот, кого невозможно ни увидеть, ни изобразить непосредственная встреча лицом к лицу, это огонь поедающий. Существовала твердая уверенность у этого народа, что человек, который увидит Бога лицом к лицу, не может не умереть. И, ну, скажем, вот Исаи Иерусалимский свидетельствует тоже об этой убежденности. Видеть Бога непосредственно, так непосредственно, как мы видим друг друга, это смертельно опасно. И вот Иисус здесь говорит после входа в Иерусалим о том, что видевший меня видит пославшего меня. Таким образом, в нем, в его лице, в его глазах дается нам возможность вот такой непосредственной встречи с Богом. Это чрезвычайно важная вещь. И еще над чем, я думаю, нам полезно тоже задумываться, это следующие слова. Господь говорит, если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить, но спасти мир. В подавляющем большинстве случаев христиане, как современные, так и средневековые, вообще говоря, не согласны с этими словами Иисуса. Мы уверены, что если человеку трудно принять его слова, если для человека они чем-то смутительны, и он не может поверить, может быть, и хотел бы, или по каким-то причинам для него это представляет какую-то трудность, что Бог его осудит и накажет, осудит и накажет того, кто не поверил. А Иисус говорит совершенно противоположное. Он говорит, я не сужу его, я пришел не судить мир, а спасти мир. Вот Господь говорит о заповеди Отца, которая есть жизнь вечная. Он еще обратим внимание рассылает потом своих апостолов для того, чтобы они были свидетелями о милости Отца Небесного. Но о себе говорит, я пришел не судить, но спасти мир, давая возможность людям поверить, давая возможность вот в свете его лица, увидеть самих себя и свою жизнь, чтобы верующий в меня не оставался во тьме над тем, что мы выбираем, как мы относимся к людям вообще, как мы себя ведем в социуме. Над этим стоит задуматься именно в свете вот этого последнего абзаца 12-й главы. Продолжение следует...